Привет! Лиза из настоящего приветствует всех в этом влоге третьего триместра. Я снимала этот влог достаточно давно, и мои руки не доходили до монтажа. Мне было тяжело, на самом деле, очень монтировать это видео, потому что я очень много говорила о том, как я представляю позитивные роды и всякое такое. Мой опыт, он не был негативным, он просто был не то, что я ожидала. И у меня была определенная травма насчет родов. В первое время мне было прям больно внутри, знаете, в груди боль была такая сильная, я плакала много. Но все наладилось, и сейчас я уже благодарна за этот опыт, потому что все для меня сложилось наилучшим образом, я уверена в этом. Пересмотрев этот влог, я не хотела его выкладывать все равно, мне показалось, что я очень изменилась, что вообще как-то не очень все, но мой муж сказал, что нужно выкладывать. Я подумала, что это может кого-то подбодрить, потому что там есть смешные моменты, и честные моменты, и мы можем почувствовать какую-то общность, мы это беременные. Поэтому наслаждайтесь моим третьим триместром. Добрый день, влог третьего триместра. У меня сейчас 28 недель и 4 дня, и я не очень ответственный человек, нам нужно было сделать до 28 недели препарат ввести в меня, ну как сыворотку, укол. Антирезусный иммуноглобулин, потому что у меня отрицательная кровь в Аркашке положительная, и делается этот анализ вот с 26 по 28 неделю. Мы сегодня едем в город, прям сегодня сделаем, купим и сделаем. Он продается просто в аптеках, и мы зайдем в процедурный кабинет и выполним это, потому что мой врач сказал, бегите, срочно делайте. Приехали мы вчера в город срочно делать эту сыворотку, купили ее, пришли к врачу, и оказалось, ее нужно держать 2 часа не в холодильнике. Поэтому мы перенесли на утро, и сейчас вот я собираюсь в клинику делать этот уколчик в попу. Так давно не делала уколы. Живот начал расти. Вау! Сейчас скоро пойдет 30-я неделя. Сейчас будет очень много информации, как говорится по-английски, too much information TMI. У меня вчера случилось это выделение малозима. Знаете, это типа молоко, но не молоко. Чуть-чуть впервые. Интересно. И для меня такая медитация сидеть на детских сайтах, ну где продают одежду, всякое такое, акушерство там, еще пару. И смотреть на детскую одежду. Я ничего еще не покупаю, просто все складываю в корзину, все, что мне нравится. Естественно, я понимаю, что много не нужно. Вначале вообще они растут, как неизвестно что. Но я уже так приглядываюсь, приглядываюсь. Конечно же, ну, это приносит мне сейчас счастье. Ладно, потом поболтаем. Вот так вот выглядит 29 недель. Короче, сходила я к врачу. Сделали мне этот противный уколчик в попу. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы заказали кроватку, потому что цены все взлетели. Мы заказали на Авито кроватку, которую я хотела в оригинале покупать просто. Но возьму совет. Я вам ее покажу, сейчас она приедет. Мы соберем ее просто посмотреть. Ну, увидеть. Увидеть. Это наша первая покупка. Нам уже отдали коляску, нам вообще кучу всего собираются отдать. Знакомые очень благодарные. Настолько помогают. Люди все вокруг. Так, вообще с ума сойти. Но вот именно покупка наша первая состоялась сегодня. Плюс скоро еще будет пеленальный столик, который мы тоже купим. Кроватка, 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 кроватка. Мы собрали кроватку. Получилось у нас. Это специально для первых ночей. Я подумала, что будет страшновато младенца прям посередине класть. И поэтому мы будем вот тут. Вот тут будет малявочка лежать. Тут мамочка. Чтоб удобнее не вставать ночью. Потом я бы хотела, конечно, если получится вместе спать. Мне кажется, это классно. Мы вернулись с дачи. Соседи ремонт. Мне очень тяжело становится сидеть в машине долго. Вообще где-либо сидеть. Я хотела сказать. Изжога становится хуже. Энергия и самочувствие лучше. То есть я чувствую себя так. Я чувствую себя так, как... Я бы не сказала, как до беременности. Но близко. Близко. После каждого приема пищи. Короче. Я заказала кокон для новорожденных на Авито. Их везде раскупают. Я написала, успела женщине. И после меня очередь выстрелилась. Я поэтому сразу же перевела деньги. Забрала попозже. Вот только сейчас. Спустя дней пять. На самом деле мне порекомендовала подписчица моя. Сказала, возьми. Я посмотрела на эту штуку. И такая, да, возьму. Ты отложишь бейбика, пристегиваешь его. И можешь на полу где угодно положить. Он будет там лежать. Короче. И удобно. Можно потом просто поднять тихонечко и положить эту штучку прямо в кроватку. Вот такая штука. Видно? Почему-то именно фирму Red Castle мне рекомендовали. Несколько людей. Я видела у нескольких людей, точнее. Расскажу вам про небольшую вечернюю рутину своего третьего триместра. Я завариваю себе двойной ромашковый чай. Затем, выпив свой чаёк, я залезаю в ванну. Я вообще была не фанатом ванн до вот этого времени. Главное не делать её очень горячей, а такой тёпленькой. И да, я залезаю, и это так расслабляет. Такой кайф. Я так рада, что я всё-таки решила сделать ванную в этой квартире. Сейчас будем залезать. Доброе утро! Привет! Мы едем в роддом. Выбирать роддом. Выбирать врачам в роддоме. Мы выбрали роддом, и сейчас мы едем навстречу с врачом. Такое важное событие решила. Мы сходили к врачу нашему, который будет принимать роды. Малышке понравилось. Понравилось, врач? Понравилось, врач? Понравилось? Ей столько комплиментов сделали сегодня, да, малыш? Сказали, что ты длинноногая, оказывается, я не знала. Сказали, что под маму растёт. Мама у нас некрупная, поэтому... Сказали, какая ты хорошая. Сказали столько всего тебе. А нам нравится, когда нас хвалят, да, малыш? Короче, расскажу вам про поход в роддом к врачу, который будет принимать у меня роды. Мне очень понравилась наша врач. Ну, первое впечатление, то есть мы будем подписывать сам договор уже через две недели где-то. На 32-й неделе, может, даже немножко позже. Но всё, всё, всё решено. Так, там в первой половине дня доктор будет Павла Вольфа Юрьевна. Да. С 7 апреля мне нужно утром на общий анализ крови на Кима. Вот смотрите, мне нужно именно проверить уровень железа. Это, получается, можно полезть с утра, да? Нет, железо это не клинический анализ крови, это... Лежу, рыдаю, посмотрела очередное видео позитивного опыта родов. Мне выскочило в Ютьюбе 40 минут. Я каждый раз, когда что-то связанное с родами или малыш появляется на свет, я так рыдаю просто. У нас сейчас 31 неделя и 3 дня. Какие мы уже большие, но всё ещё маленькие. Чего у меня нового? А, давайте я вам покажу, что у меня нового. Пеленальный столик я вам не показывала ещё. А это вообще моё полотенчико ещё с капюшончиком мне мама передала. Я пока что поставила кроватку в другую комнату, но она будет с нами спать. О, дыхание. Давайте на красивый свет поставим вас. У меня аппетит возрос, но не сильно, я бы сказала. То есть, опять же, я чувствую себя очень нормально. Единственное, это то, что тяжело ходить. Тяжело ходить долго, тяжело сидеть, спать не очень удобно. И вот эти вот все физические неполадки, но общее самочувствие классное. Хорошие и энергии много. Сегодня у меня утром был терапевт, всё в порядке. Завтра у меня сталматолог. Это всё по программе ведения беременности. Пока мы здесь, сейчас я вам ещё посоветую, посоветую. Просто расскажу, что я читаю. Вот такая вот у меня книга толстенная. Я уже прочитала страниц 200. Там много интересной информации на самом деле. Я то, что мне подходит, сохраняю, то есть подчёркиваю даже. И ещё мне очень нравятся курсы, которые я смотрю. Школа лёгкие роды. Я уже, наверное, упоминала. Я решила сконцентрироваться на маленьком количестве источников. Блин, простите, вам лифчик мой видно. Но неважно. На маленьком количестве информации. То есть вот я читаю эту книгу, я смотрю свой курс. И всё. Иногда в YouTube, знаете, какие-то видео смотрю. Просто столько мнений, столько разных. Я поэтому так. Я настраиваю себя на очень хорошие роды. Я смотрю тоже, знаете, роды женщин, которые прошли хорошо. Я даже уже, знаете, визуализирую свои роды там под музыку. Как бы медитирую и представляю, как всё пройдёт. То есть настраиваю себя полностью. Многое из головы же идёт, конечно. Я очень-очень-очень жду последнего УЗИ, чтобы узнать размер малышки. Нам нужно быть не очень крупными, потому что я сама не очень крупная. У нас сегодня очередные анализы. Железо. У меня было пониженное железо, и я иду сдавать в 8 утра натощак. Раньше я ещё подкрашивалась, когда к врачам ходила. Или там старалась выглядеть. Сейчас я даже в душ не сходила. Не умывалась просто. А делай. Спасибо. Привет, YouTube. Вот у меня утром был врач. Потом я пришла домой, покушала и уснула. Уснула часа на два. Сейчас уже полвторого дня. Я в последнее время часто сплю, на самом деле, после завтрака. Я просыпаюсь от голода безумного. И потом я сплю. Но не каждый день. Просто я начала ночью плохо спать, понимаете, понимаете, понимаете. Мне неудобно лежать. И, в принципе, я заметила, что у меня стал очень поверхностный сон ночью. Дай мне, дай мне, дай мне. Что это такое? Дай мне. Мне приснился сон, что я ем Несквик. Что тебе дает? И будем есть хлопья Несквик. Как обычно, авокадо-помидорки. У тебя авокадо-тост с чем? С хлебом и авокадо. Да, помидорки не будут, хорошо? Да помидорки можно. Нет, нельзя. Да что ты такой злой? Я не злой, но просто ты же понимаешь, о чем был вопрос. Я шучу. Ладно. Хватит, хватит. Один? Угу. У меня, на самом деле, сейчас еще один врач будет. Мой врач, который ведет у меня беременность. Она посмотрит на мое УЗИ последнее, о котором я вам расскажу сегодня. Два врача за один день. А завтра мы подписываем договор с роддомом. Это я понимаю. Сила. А, да. Несквик я съела. Меня теперь ударило в голову. Фух. Постучите, там нужно, надо закрывать. А, хорошо. Да-да. Можно заходить? Привет. Я прихожу в клинику, как домой уже. Все знают. Тебя тоже все знают? Конечно, мы все знают. Это тот парень, который ходит везде со своей женой. Я купила анатомическую подушку. Зачем тебе анатомическая подушка, спросите вы Лизу? Короче говоря, я вообще не могу спать на мягкой. Мне так больно. Мне нужно, чтобы что-то было, знаете, высоким таким и твердым. Сейчас опробуем. Скажу вам свой обзор после одной ночи с ней. Мы привезли коляску в город. Смотрите на животик. Я решила заснять апдейт, показать вам, что я умею быть не только в спортивках, пижаме и с пучком. Я скоро иду в реставрау на мамин день рождения. Поговорим об УЗИ. У меня был третий скрининг. Все прошло замечательно. Я сидела в кабинете у врача и смотрела на Аркашку. Его впервые пустили на скрининг. Он там сидел, как собака, знаете, улыбался. Такая добрая, какой-нибудь золотистый ретривер. Я так всплакнула. Потом смотрела на доченьку тоже, на ее скелетик. Она, кстати, лежит головой вниз на ее ножичке. Так классно было. Увидимся завтра, когда я буду подписывать договор. У нас сейчас 33 недели. Апдейты по подушке. Мне было удобно спать. Точнее, нужно привыкнуть к ней, но у меня не болело так сильно шея и спина. То, что надо. Я купила ее в ленте за 2000. К другим хорошим новостям. Мы подписали договор. Вот все. 33 недели. 33-34. Сегодня такой хороший день. Я думала, полежу, отдохну. Но я устала лежать, мне скучно. Будем чем-нибудь заниматься. У меня тут смузи. На солнышке. Постою, постою. Сегодня позвонила в роддом. Узнала, что нужна прозрачная сумка для роддома. Нужно заказать в озоне. Мне понравилось. Я думаю, я возьму два комплекта, потому что я планирую, чтобы мой муж со мной оставался еще после родов и спал там же. Короче, дышать очень тяжело. У меня так быстро заканчивается дыхание. Я думала, вначале было тяжело дышать. Небо и земля. Небо и земля. Вот, то есть я пройдусь совсем чуть-чуть. Во-первых, ноги, знаете, с чем это можно сравнить? Ведь, когда занимаешься в спортзале и что-то тяжелое поднимаешь, и ноги так напрягаются, только у меня вот все время они такие, типа, чуть-чуть пройдутся, и они такие, на самом деле, беременность, это тот еще спорт. У меня начались такие, знаете, беспокойства, что вот вдруг я раньше рожу, у меня еще ничего не готово. Уже почти что 34 недели. Хоть мне и сказали в роддоме, возвращайся в 38 недель, тебе у тебя все в порядке, вообще не волнуйся. Но мой мозг не успокаивается, потому что я думаю, у меня нет сумки в роддом, у меня ничего не собрано. Сделаны ли у меня все документы там, которые нужны? У меня даже одежды нет для ребенка. Ни на выписку, ни автолюльки нет. Короче, такие беспокойства. Хотя я себе говорила, что вот у тебя еще много времени, давай после 20 апреля заказывать одежду. Еще я подумала, может быть, мы сегодня, по-моему, с вами вместе коляску. Она у меня из эко-кожи, она грязненькая немножко, потому что мне подруга ее отдала. Она ей активно пользовалась. Сегодня весь день хожу и болтаю с ней. Мне кажется, я уже достала ее. Да, моя сладка, да, Авроркин, да, моя любимая. Авророчка, моя любимая, моя солнышко. Ой, так приятно, я же в этом влоге могу говорить спокойно имя, потому что, когда я его выпущу, она уже родится. Аврора Аркадина. Одна из частей третьего триместра, да и в принципе беременности, это когда случается, накапливается очень много каких-то возможных. Я даже не знала, что у меня накопилось. Эмоции. У меня накопились какие-то frustrations. У меня накопились недовольства, видимо дискомфорт. И все вместе... Да, Лиза, было очень понятно сказано. Я просто не скучаю телом именно по каким-то простым вещам. Пить кофе, сбегать с утра, посидеть где-то долго, погулять час, может быть, даже два просто по улице. Сейчас мне очень дискомфортно, я не могу этого сделать. Я знаю, что мне будет... Ну, нехорошо мне будет потом болеть, все будет. Кофе я вообще не могу пить, мне нехорошо от него практически, не пью его. Ну, такие мелкие мелочи, которые очень приносили мне радость раньше. Там встретиться с кем-то надолго. И меня так бесит, типа, даже вот Аркаша пойдет там с друзьями встречаться, туда-сюда, он ходит по городу, ла-ла-ла. Скучаю по этой, знаете, независимости, я бы сказала. Но я чувствую себя немного прикованной такой к месту. Я там в квартире, на даче, где я спокойно могу погулять недолго. Я знаю, я всегда могу вернуться, всегда рядом туалет. То есть столько таких нюансов. Это тоже часть третьего триместра. Я не хочу, чтобы кто-то думал, что все так всегда. Ну, в основном у меня очень хорошее настроение, правда, очень хорошее. Я очень рада, что я уже в конце пути. Просто не чувствую себя с собой. Я знаю, что я никогда не буду прежней, в принципе. Беременность меняет все полностью. На даче мне хорошо, кстати, прогулки там очень помогают. Ну, опять же, я долго не могу. Только сколько могу я гуляю. Но хочется, знаете, просто взять и пройтись где-нибудь долго. Сесть, выпить крепкий кофе, от которого мне не будет ужасно плохо. Но в то же время это так классно просыпаться утром с животиком, когда малявка начинает пинаться. Я безумно рада тогда в эти моменты. Будет классно, когда малявка будет рядом еще лежать и тянуться. Очень жду этого. Дневники беременной женщины. Я ем вторую порцию Несквика. Как все уже поняли, я не следую правилу не ешь углеводы и сладкое, как мне мой врач посоветовал. Ну, сори. Сегодня утром у меня были анализы опять натощак. Из меня взяли, знаете, пять пробирок крови. Плюс натощак было достаточно поздно, около десяти утра. А я стою в семь-восемь. У меня начались небольшие панические какие-то штуки. Ну, такие несерьезные, совсем несерьезные, не панические атаки, а просто переживания, наверное, скорее. То, что я раньше рожу. В принципе, возможно уже, что может начаться. Хотя все мне говорят, врачи, что вообще после 38 недели все будет. Но у меня чуйка говорит, что будет, знаете, чуть-чуть раньше ПДР. И у меня еще не собрана сумка ПДР. И я, знаете, я разговариваю с доченькой реально в животе, пока мама не соберет сумочки, пока там не купит хотя бы три бадика на выписку что-то. Малышка, пожалуйста, не рожайся. Вроде мы договорились, но сейчас у меня за последние буквально четыре дня, может быть, у нее активный рост пошел, я не знаю, но она стала, во-первых, активнее так. Не активнее, а сильнее намного. Бить меня, бить, лупить меня изнутри. Все стало побаливать ночью, особенно бока здесь, здесь, тянуть так. Бывают еще эти спазмы, которые я не знаю, если это схватки тренировочные, либо просто что-то там растет, растет, растягивает. Думаю, все будет в порядке. Мы купили автолюльку, автокресло для нашей доченьки. Забрали сегодня на Авито. Еще я перевезла фитбол сюда. Сегодня утром еще было КТГ. У меня практически 36-я неделя полная. Все замечательно. Я просто сижу и балдею эту автолюльку. Я очень именно вот эту хотела, бугопушку. 37 полных недель. Завтра будет, но уже можно сказать сегодня. Какие у меня апдейты? Мне стало намного легче дышать. Я не знаю, если я уже это говорила. Сейчас скоро буду сдавать еще раз клинический анализ крови, потому что у меня был низкий гемоглобин. Я пила ферлатум фолл долгое время. Надеюсь, все в порядке. Просто посмотрите на количество подушек. Раз, два, три, четыре, пять. Эти все подушки мне нужны для сна, чтобы я удобно спала. Я покажу вам, как я лежу. Я покажу сейчас вам. Вначале у нас идет твердая подушка анатомическая. Я вот так к стене ее прикладываю, чтобы она не лежала полностью плоско. Затем обычная моя подушка, мягкая. Сбоку от меня лежит подушка. На ней сверху лежит вот так беременная подушка. И сзади для спины еще одна подушка. Примерно вот такая конструкция. Вот так вот залетаем между. Вот так. И только так я могу спать. Сейчас у меня 37 недель и 5 дней. Уже, считай, 38-я неделя полная. Что я могу сказать? Вчера я рыдала столько. И сегодня у меня тоже какие-то гормональные штуки. Я прям плачу сегодня от счастья. Вчера были смешанные чувства. Вот последние дни 5. У меня появились тренировочные схватки, которых у меня не было до этого. До этого я думала, что у меня они есть. Но нет. Интенсивные очень. В одну ночь я думала, что я поеду, скорее всего, рожать. Не знаю, но у меня прям такое ощущение, что все начало очень активно готовиться к родам. Хоть статистика говорит, что первородящие поздно рожают. Я почему-то думаю, что она очень скоро вылезет. И ребеночек начал по-другому как-то двигаться. То есть она... Включение, что она пристраивается. И я чувствую, что она внизу все-таки лежит. Прям давит, знаете, такое давление. У меня хорошее предчувствие. Ну просто я чувствую себя настолько, настолько странно. У меня сегодня врач. Моя анемия. Короче, еще ниже опустилось у меня железо, гемоглобин. Я сижу на мячике. Радуюсь, потому что я только что вот пришла от врача. Она мне сказала, что головка достаточно уже очень низкая. В принципе, симптомы, которые я описываю, уже говорят о том, что скоро. События прям. И я так обрадовалась. Очень обрадовалась. Короче, у меня отличное настроение. Все еще есть тревожность. Какие-то эмоциональные штуки в голове. Но они уже намного меньше, потому что я понимаю, что все супер. Как проходит тридцать восьмая неделя? Точнее, уже знаете, у меня полных тридцать восемь недель. Это типа тридцать девятая идет. Сегодня всю ночь не спала. У меня были тренировочные схватки. Но я перестала уже, знаете, загоняться при каждой схватке, что вот скоро в роддом. Конечно, есть эти мысли, что если усилиться, ну да, понятное дело, в роддом, если они станут регулярными. Я в то же время начала так спокойно к ним относиться. Потому что все мне говорят, ты поймешь, когда будут прям вот те схватки. И я такая, я пойму. И в то же время, я думаю, как я пойму, я первый раз рожаю. У меня, в принципе, улучшилось настроение. У меня до этого было больше, ну, не загонов, а просто больше желания. Чтобы вот уже произошло, произошло. А сейчас я, не знаю, я очень ценю то, что вот у нас последние недели или дни беременности. У меня небольшая анемия, поэтому мы решили делать мне капельницу. Я не знаю, если я упомянула это. В прошлый раз, когда мы делали мне капельницу, мне стало плохо посередине капельницы. Очень голова закружилась, давление резко упало вообще. Я-то особо не перепугалась, медсестра перепугалась. Но все нормально, все закончилось хорошо. У меня с собой был еще батончик, возможно, я просто не так много поела. У меня столько энергии. Это так странно, потому что я не спала всю ночь. Но у меня были, знаете, вот эти схватки, и все вот болело, и тянуло, и поясница. А потом малышка проснулась в 4-5 утра. Я думала, что я голодная, поэтому она проснулась. Поела в 5 утра, но она не успокоилась. И продолжились эти схватки. Я очень радуюсь, когда чувствую эту боль, знаете. Потому что я понимаю, что это мое тело готовится к родам. Вообще, я чувствую себя суперсекси. Не знаю, как еще это описать. Женственность просто прет. Особенно вчера меня вообще распирало. Я думаю, блин, что это за гормоны? Можно их всегда? Я себя так классно чувствовала. Я еще посмотрела видео, как я выглядела в начале беременности. Какая я худая была. Такой дрыщик вообще. И мне так нравится иметь формы. Мне очень нравится, что я прибавила вес. В весе поправилась. Даже в лице мне прям... Так тебя люблю, Аврорка. Моя тыковка. Моя девочка.